Спасибо. Итак, уважаемые коллеги, сегодня наш вебинар. Поговорим на тему цифровой образовательной технологии как средства реализации федеральных образовательных программ. Что рассмотрим? Какие цифровые образовательные технологии применяются? Средства реализации цифровых образовательных технологий. Соответственно, рассмотрим примеры отечественных и зарубежных онлайн-сервисов, а также сервисов, каталогов и репозиториев с готовым контентом. Начну, наверное, с того, что федеральные образовательные программы, я думаю, что все знакомы. Здесь есть соответствующая активная ссылочка на федеральную образовательность программы дошкольного образования. Здесь федеральные образовательные программы начального общего, основного, общего, среднего общего образования. И, как бы вот, готовясь к нашему вебинару, я, значит, анализировал... Ну, давайте вот возьмем за основу федеральный образовательный стандарт дошкольного образования. В этом стандарте, в этой федеральной образовательной программе школьного образования, в данной программе я обнаружил где-то 17 упоминаний, ссылок на цифровые технологии и так далее. Презентация доступна для скачивания, можете подробно посмотреть, но я лишь заострю внимание на некоторых вещах. Например, пункт 15.3.3. Планируемые результаты в дошкольном возрасте. Пункт 15.4. Ребенок знает о цифровых средствах познания окружающей действительности. Пункт 15.4. Ребенок способен к осуществлению социальной навигации, к ориентации в социуме соблюдения правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии. Дальше. Ребенок имеет разнообразные познавательные умения, в том числе умение применять некоторые цифровые средства для того, чтобы, например, исследовать, сравнивать, искать противоречия и так далее. Это, значит, получается дошкольное образование, да? Дальше. Пункт 18.6. От 5 лет до 6 лет. В области формирования безопасного поведения педагог должен знакомить с правилами пользования интернет и цифровыми ресурсами, включая практическое использование электронных средств обучения и дальнего пользования. Пункт 18.6.2. Содержание образовательной деятельности. В сфере трудового воспитания педагог формирует представление детей о современной технике, в том числе цифровой. В области формирования безопасного поведения обсуждает с детьми правила пользования сетью интернет и цифровыми ресурсами. Дальше. Следующий момент. Также есть такой пункт 18.6.2. И здесь как раз вот приводится ссылка на санпины. Ссылки, кстати, активные. Можно из презентации перейти на соответствующий сайт. И как раз там даются рекомендации, которые необходимо соблюдать по использованию как раз цифровых ресурсов, средств и так далее. Следующий момент. Это пункт 19.6. В области познавательного развития детей от 5 до 6 лет. Формировать представление детей о цифровых средствах познания окружающего мира, например. Дальше. От 6 до 7 лет. Тоже. Развивать умение применять некоторые цифровые средства для познавания окружающего мира. Заряжание образовательной деятельности, сенсорные талоны и познавательные действия. Обогащает представление о цифровых средствах познания окружающего мира. Закрепляет правила безопасного обращения с ними. То есть это должен уметь делать педагог. Дальше. Что еще необходимо отметить? Пункт 31. Федеральная образовательная программа. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. В оснащении развивающей предметно-пространственной среды могут быть использованы элементы цифровой образовательной среды, интерактивной площадки, как пространство сотрудничества и творческой реализации ребенка и взрослого. Подразумевается кванториумы, мультистудии, роботизируемые технические игрушки и так далее. И также необходимо обратить внимание на пункт 33. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных произведений для реализации федеральной образовательной программы. И там есть выбор цифрового контента, медиапродукции. Есть рекомендованный список и есть ссылочка на такой закон 436 о защите детей от информации, причиняющей вред и к здоровью, и развитию. Пожалуйста, обращайте внимание на маркировку, возрастную маркировку применения соответствующих анимационных фильмов, прочей медиапродукции и цифрового контента. Ну, особенно, когда, например, вы будете ссылаться в своих программах каких-то, потому что понятно, что 60% это федеральный компонент, и 40% это компонент, который определяется, соответственно, может быть, субъектом федерации, вами, в том числе, образовательным учреждениям и так далее. Поэтому, когда будет ссылаться, пожалуйста, вот этот момент учитывайте, именно возрастную маркировку материалов. Идем дальше. Итак, цифровые средства, цифровые технологии, цифровые средства и так далее. Значит, федеральная образовательная программа как бы вот насыщена такими понятиями, что же это такое, цифровые средства. Причем цифровые средства, познание окружающей действительности. Это устройства и технологии, которые позволяют получать, хранить, обрабатывать и передавать информацию в цифровой форме. Цифровые технологии позволяют создавать цифровые образовательные ресурсы, использовать облачные хранилища, цифровые источники информации, а также обеспечивать возможность реализации различных форм дистанционного и электронного обучения. Цифровые технологии применяются для создания реалистичного представления материала, дозированной передачи информации и выбора индивидуального темпа обучения. Идем дальше. Следующий момент. Какие цифровые образовательные ресурсы, называют ЦОРы. Есть соответствующие облачные хранилища, где эти ЦОРы возмещаются, каталоги и репозитории. Чуть позже об этом я расскажу. Цифровые источники информации, это электронные библиотеки и базы данных, интерактивные доски, интерактивные панели, которые позволяют преподавателям создавать и проводить уроки с использованием различных мультимедийных элементов. Далее. Различные программы и приложения, которые могут использоваться для создания обработки информации. Средства виртуальной дополненной реальности, которые могут использовать для создания реалистичного представления материала и дозированной передачи информации, а также погрузить нашего учащегося именно в реальный мир, такой виртуальный мир, где можно приобрести какие-то навыки, знания и так далее, и закрепить их. Ну и, конечно же, цифровые интерактивные комплексы, которые на сегодняшний день набирают популярность. Наверняка уже во многих детских садах и школах появляется интерактивная песочность, интерактивные стены, интерактивный пол и так далее, которые, в общем-то, подразумевают такой вот именно комплекс аппаратных и программных средств с обратной связью, когда ребенок нажимает на кнопочку, наступает на квадратик, и в зависимости от проделанного действия, что он там выбрал, нажал, система выдает отклик и, соответственно, каким-то образом, то есть дойдет обратную связь. Если вот так вот все посмотреть, то можно средства реализации цифровых технологий классифицировать, ну, разбить на таких вот четыре основных компоненты. Это технические аппаратные средства, программные средства, интерактивные комплексы, о которых я сейчас рассказал. Соответственно, программные средства – это программа реализации цифровых технологий, то есть готового в виде уже, да, поставляется, и программы для создания цифровых технологий, о которых я тоже несколько сегодня примеров приведу. Ну, кто посещает мои вебинары, я уже неоднократно, значит, в прошлых более подробно рассматривал, но кто сегодня пришел впервые, несколько немножко тоже покажу основные примеры и дам ссылки на мои мастер-классы, записи, которые есть, и можно свободно их скачивать и использовать. Ну, и цифровые образовательные ресурсы в открытом доступе. То есть, когда любой педагог может зайти на соответствующий портал, где размещается каталог с ресурсами, и оттуда взять, ну, найти в релевантном поиске или по каталогу необходимый ресурс и применить его на своем занятии. Идем дальше. Ну, какие технические средства реализации цифровых технологий, мультимедиа технологий? Вот они представлены здесь на слайде. Это то, что мы с вами уже знаем и то, что мы с вами на сегодня активно используем. В свое время, где-то лет 10 назад, выбирали популярность интерактивные доски, интерактивные панели, планшеты, документ-камеры. Сейчас уже не удивишь никого в наличии этих средств. Как правило, то, что здесь изображено на слайде, мы активно используем и для подготовки к занятиям, и уже не представляем свою жизнь без ноутбука, да, и, соответственно, на уроках. Самые распространенные технические средства реализации цифровых технологий – это, ну, вот, мультимедиа-проектор с экраном практически во многих уже, везде даже, вот, как бы, в каждой, практически в каждом классе есть, да, компьютер. Если брать, например, в госначальном образовании для начальной школы, в пользовании, значит, учителя начальной школы создавались рабочие места, РМ, так называемые автоматизированные рабочие места учителя, по требованиям госначального образования, там должна быть интерактивная доска, проектор, документ-камера, многофункциональное устройство, ноутбук в классе, ноутбук в пользование учителю, персональное и так далее, и в нашем регионе, Республика Башкортостан, многие школы оснащались именно так, и, значит, как раз вот учитель, вот, как бы, был такой вот, сделан такой продвинутый шаг в именно применении информационных и мультимедиатехнологий. Дальше. Интерактивная доска, лазерные указки, презентеры, плазменные панели, документ-камера, веб-камера, средства интерактивного голосования стали появляться и активно использоваться на уроке, значит, когда выдаются специальные пультики, и, значит, учащиеся могут, соответственно, можно запустить интерактивную викторину и, значит, голосовать, отвечать на те или иные вопросы. Очки виртуальной реальности, интерактивные столы, голографические проекторы, которые делают 3D-проекцию, системы видеоконференц-связи и цифровые виртуальные лаборатории. Дальше. Какие цифровые средства применяются в дошкольном образовании? Первое. Это интерактивный класс для дошкольного образовательного учреждения. Интерактивные панели, такой большой телевизор, да, где можно, значит, пальчиком или рукой на расстоянии управлять специальной программой в интерактивном режиме, обучающей. Интерактивные комплексы, интерактивные столы, интерактивные пистолетики, интерактивные скалодромы и стены, интерактивные полы и боки, интерактивные зеркала, особенно используются в работе логопеда, интерактивные книги и 3D-пирамиды. Здесь вот есть ссылочка, можете посмотреть, в интернете, в ютюбе есть ссылка на интересный вебинар о том, как использовать данные интерактивные средства на занятия в дошкольном образовательном учреждении. Я лишь приведу такие краткие обзоры именно для дошкольного образования. Первое – это интерактивный класс. Интерактивный класс, вот здесь вот есть интересный сайт учебы и развития.ру, где как раз компания, которая занимается производством программного обеспечения, обеспечения и аппаратного обеспечения для реализации цифровых технологий. Ну, я не занимаюсь рекламой, просто мне вот интересен этот сайт тем, что там все четко по полочкам разложено, да, что есть, имеется сейчас какое-то предложение для образовательных учреждений, в том числе для дошкольного образования. Вот здесь вот есть интерактивные классы, то есть такие вот столики со встроенными планшетами, есть интерактивная доска и рабочий компьютер-ноутбук-педагога, который может, соответственно, с данного ноутбука как бы управлять презентацией, запуском каких-то программ обучающих, инсталляций на интерактивной доске. И возможность разделения заданий на соответствующие вот планшеты на столиках в классе. Интерактивные панели. Вот как раз такой большой телевизор с возможностью, когда мы можем нажимать прямо на экране, сенсорном экране, какие-то кнопочки, либо добавляется еще приставочка, да, которая может реагировать на наши жесты. То есть, например, подняли руку, произошло что-то. И двумя руками можем управлять, соответственно, той программой развивающей, да, которую мы загрузили. Далее. Интерактивное зеркало для логопедической работы. Данное средство позволяет отслеживать действия нашего ученика по выполнению тех или иных упражнений. И, соответственно, значит, одобрять, говорить, да, хорошо, молодец, повторим еще там. Или, значит, говорить о том, что, давай еще раз постарайся, еще раз попробуй. Следующий момент – это интерактивные книги. Такие вот стойки с возможностью пролистывания, значит, каких-то красивых сказок, картинок и так далее. Многофункциональные интерактивные комплексы. Их, на самом деле, очень великое множество. Мне понравилась эта вот картинка. Там есть интерактивный комплекс в виде какой-то игровой инсталляции, в виде кораблика, в виде какой-то кухни и так далее, где дети могут учиться элементарным каким-то бытовым навыкам, да. То есть такие, конечно же, такие, конечно же, инсталляции позволяют очень вовлечь ребенка в игру и через игру, через активный метод обучения закреплять знания и умения, и навыки. Далее. Интерактивный пол. Тоже очень интересное такое популярное сейчас, популярное средство реализации цифровых технологий, когда мы можем, значит, даже день в детском саду, например, начинать с какой-то интересной игры, квеста и так далее, да. То есть специальный, значит, проектор, который, ну, скажем так, светит, да, то есть транслирует на пол, соответствующий на интерактивный пол изображение, и ребенок может вставать, трогать там рукой, значит, прыгать с квадратика на квадратик, да, и, соответственно, запускается какая-то игра, и вот этот интерактивный пол, в зависимости от того, куда ребенок наступил, как наступил, как нажал, соответственно, дает обратный подклик устройства, и меняется картинка. То же самое касается интерактивной песочницы. Вот такие же, есть такая же вот инсталляция интерактивная, интерактивная песочница, где можно рисовать всевозможные узоры, картинки и так далее. То есть тоже очень эффективно и как бы обучение в развитии творческих способностей. Идем дальше, следующий момент. Интерактивные столы. Столы с обратной связью. Вот разные вариации есть. Вот такая инсталляция встроенного в учебную мебель или просто такие интерактивные столы. Вот дети в данном случае изучают морской мир и, соответственно, выбирают пальчиками тот или иной объект, отвечают на тот или иной вопрос или просто интересно нажимают на ежа, значит, и, соответственно, этот интерактивный стол показывают картинку ежа и полностью про него рассказывают и так далее. То есть есть возможность как раз... Возможно, что интерактивность, это значит, получается, что получение обратной связи от ребенка и реакция самого программного средства на этот отклик, то есть показать еще что-то, ну, в зависимости от того, как она заложена, какой-то алгоритм, показать более подробно, пропустить и так далее, перейти к следующему шагу. То есть команд может быть очень великое множество. Как раз детям это интерактивно, когда они... Вообще у нас воспитывается, уже растет интерактивное поколение. Это мы замечаем по не только студентам, но и школьникам. Даже взять вот своих детей, мы по сравнению, например, со своими детьми, да, уже такие динозавры. То есть нам надо взять какое-то устройство, внимательно прочитать инструкцию, только после этого выполнить. Дети же, получается, с самого раннего возраста растут вместе со смарт-телевизорами уже сейчас, со смартфонами родителей. У них уже в голове складываются причины следственной связи о том, как быстро можно найти информацию. И сейчас не удивишь, когда ребенок подходит к телевизору, берет пультик и говорит, включи мне там, Мариса, мультик «Маша и медведь». Еще слова не выговаривают, да, все еще буквы не выговаривают. Но, тем не менее, уже просят включить «Маша и медведи». То есть вот эта вот интерактивность как раз именно связана с техническим прогрессом, когда дети оказались в такой интерактивной среде. И у них совершенно по-другому складываются, еще раз повторюсь, причины следственной связи о том, как получать информацию, как ее искать, информацию. И если так, по наблюдению, например, за своими детьми, я, например, уже начинаю проигрывать серьезно, потому что, значит, потому что, если попрошу сына, например, найти какую-то информацию в интернете, там еще где-то, там быстро это все ищет, быстро находит, нежели, например, я там, пока там начинаю копаться, в общем-то, пытаться делать какие-то запросы по правилам, как нас учили и так далее, да, в браузерах. Вот они уже используются сегодня в нейросети, там всевозможные и так далее, для того, чтобы отсеять этот вот релевантный какой-то поиск коммерческий и так далее. Вот. И, соответственно, многим вещам даже приходится от них, от детей, учиться о том, как они, вот, растая в этой вот интерактивной среде, приобретают какие-то интересные умения и науки. Поэтому вот эти средства, они как раз, начиная от дошкольного возраста, заканчивая, значит, даже студентами вузов, они, соответственно, очень нужны, нужны и очень хорошо, как бы сказать, мотивируют и повышают познавательную активность ребенка. Идем дальше. Для школ какие интерактивные средства? Средства давайте посмотрим. Ну, интерактивная панель. Вот пример, о котором я говорил, когда учитель, значит, касается сенсорной поверхности панели, может переключать презентацию, может писать соответствующим маркером. Есть возможность, еще раз повторюсь, использования специальных приставок, которые могут реагировать на какие-то жесты. Например, подняли руку и, соответственно, запустилось какое-то программное приложение. Можно руками двигать какие-то квадратики. На экране пиктограммы запускать и так далее. Следующий момент – интерактивные стены. Вот интерактивная стена, в принципе, ее работает. Здесь, кстати, есть ссылочка, можете внимательно почитать потом. Когда, например, ученик подходит к интерактивной стене, на нее светит проектор, да, то есть показывает изображение. И, соответственно, стоят датчики. Датчики движения, которые улавливают движение и, соответственно, передают специальному устройству, которое понимает характер движения. И в зависимости от характера движения дает отклик уже компьютеру. Компьютер уже через проектор меняет изображение. И таким образом можно интерактивно общаться с изображением, которое у нас проецируется на стенах. Ну и, соответственно, нельзя не сказать о виртуальной дополненной реальности. Это, например, VR-очки, члемы и даже целые комнаты оборудованы, соответствующие аппаратурой, которая воздействует на органы чувств. Ну и, соответственно, для VR – это экраны мобильных устройств, которые дополняют мир через объективную камеру. Ну, например, дополненная реальность была такая игра «Поймай покеона». И у нас наши студенты даже, или, например, учащиеся в школу бегали по городу, ловили этих покемонов, используя смартфон или планшеты. Вот как раз вариант такой дополненной реальности. Интерактивные классы. Школьные интерактивные классы. Это интерактивная доска, соответственно, рабочие места. Интерактивные классы с возможностью состроены, скажем так, сенсорной панелью или планшетом, на которые выводится изображение. И, соответственно, мы можем управлять изображением, писать на этом планшете. Документ-камера. Лазерные указки, слайдеры, то есть для пролистывания слайдов. Средства для голосования, о которых я говорил. Планшеты. Даже электронные микроскопы. Ну и, соответственно, компьютеры с возможностью соединения Wi-Fi-сеть. Локальные Wi-Fi-сети. Вот пример такого идеального интерактивного класса для школы. Где можно проводить занятия. Также давно имеет популярность комплекс. Учебный комплекс один ученик, один компьютер. Но теперь уже один планшет. То есть раньше такие были тележки, где, значит, размещались вот такие вот ноутбуки. Нетбуки небольшие, да. Раздавались, учитель закатывал эту тележку. Раздавали соответствующие каждому персональному нетбуки. И, ну, ноутбуки по каких-то случаях, да. Да, случаев нетбуки. Такой небольшой производительности, но, тем не менее, позволяли работать с интерактивными программами. И учитель может дифференцировать, соответственно, задания каждому ученику. Отдельно выстраивать образовательную траекторию. А потом на своем главном компьютере собирать результаты. И, соответственно, образовательную траекторию корректировать. Добавлять задания какие-то, что-то еще. Также здесь есть возможность реализации виртуальных лабораторных практиков. Особенно это касательно школ, когда, понятно, известны все проблемы с химическими реактивными, физическими приборами. То есть, фактически, можно на компьютере виртуально собирать какую-то мини-химическую лабораторию и проводить опыты. То есть, меняя, например, температуру на горелке, добавляя различные реактивы и так далее, получая различные результаты. Ну, тем более, что здесь, в общем-то, как бы это еще к тому же и безопасно. Ну, и вот как раз физическая лаборатория, когда используется такая вот виртуальная лаборатория с применением таких вот дополнительных каких-то средств, которые мы подключаем к компьютеру и изучаем в рамках лабораторной работы. Занятия такие проходят очень увлекательно. Дети очень активно работают. Единственная проблема – это наличие соответствующего специализированного программного обеспечения. Потому что, понятно, что если мы виртуальную лабораторию купили по физике, там она есть по урочению идет химия, да. А как другие уроки использовать, здесь, соответственно, надо либо самим создавать контент, на что у нас времени нет, либо, значит, использовать где-то готовый контент, о котором я буду тоже говорить. И какие возможности применения интерактивных средств имеются. Итак, интерактивно-образовательные комплексы, о которых я рассказывал, объединяют различные образовательные технологии – здоровье сберегающие, развивающие, проектные, исследовательские. Интерактивно-образовательные комплексы позволяют реализовать различные образовательные технологии и подходы. Это позволяет экономить ресурсы педагогов, обеспечить вариативность форм, методов и средств реализации образовательных программ, а также гибко варьировать деятельность детей на занятия. Дальше. Следующий момент. Опять-таки продолжаем отвечать на этот вопрос. Возможность применения интерактивных средств. Интерактивные образовательные комплексы могут быть использованы для реализации игровой технологии, то есть активных методов обучения, которые повышают эффективность и результативность образовательной программы. Когда дети через игру усваивают знания и приобретают умения и навыки. Дальше. Также интерактивные образовательные комплексы, которые сейчас имеются и разработаны различными российскими компаниями, они разработаны по СанПинам, они все русифицированы, используют российское ПВО, которое находится в реестре программного обеспечения российского ПВО. И также продуманы очень хорошо в плане, скажем так, алгоритмов реализации. То есть специальные авторские коллективы занимаются именно разработкой специальных развивающих интерактивных игр для этих интерактивных образовательных комплексов. И как раз данные комплексы помогают соблюдать требования к развивающей предметно-пространственной среде, такие как доступность, безопасность, вариативность и трансформация. Опять-таки мы соблюдаем требования федеральных образовательных программ. Далее. Что должен делать педагог? Педагог должен, согласно ФОПам, использовать различные средства, такие как демонстрационные материалы, раздаточные материалы, аудиовизуальные средства, реальные и виртуальные средства для развития различных видов деятельности. Он должен создавать ситуации, в которых дети проявляют инициативу, самостоятельность, творчество и командную работу. В этом случае интерактивное оборудование как раз позволяет централизовать и использовать для развития различных видов деятельности, такие как продуктивная деятельность, творческая, физическая, познавательная и исследовательская. Шагаем дальше. Ну вот, я частенько провожу различные вебинары, провожу курсы повышения квалификации, сам автор программ различных курсов, в том числе по ИКТ, по нейросетям, по методическим. Методическим разработкам. И всегда, иногда, вот, всегда попрашиваю слушателей о том, что они применяют. В основном все, конечно, говорят. То есть мы в основном применяем сейчас проекторы, интерактивные доски, персональные компьютеры, интерактивные панели, то есть это на первом месте, на втором месте. Компьютерные программы для создания презентации, в основном PowerPoint. Видеоматериалы, аудиозаписи, которые находим в интернете, в том числе в репозиториях. И, соответственно, образовательные приложения и онлайн-курсы, и онлайн-ресурсы. Вот то, что сейчас используют педагоги. Очень редко используют VR и AR-технологии, интерактивные комплексы, которые только-только сейчас набирают обороты. И, соответственно, виртуально-лабораторную практику. Не каждая школа, не каждый детский сад может себе позволить, но, тем не менее, сдвиги в этом плане в лучшую сторону, конечно же, есть. То есть уже сейчас никого не удивишь интерактивной доской и так далее, как это было, например, лет 15 назад. И даже были такие дешевые варианты интерактивной доски. Это интерактивная такая на присосках интерактивная такая специальная, как это называется, приставка. То есть, когда необходимо, значит, на этой присоске можно шлепнуть эту интерактивную присадку на стену и, соответственно, помощью нее выводить изображение на стене и, соответственно, показывать некую интерактивность. Вот, как бы дешевый такой вариант интерактивной доски. И были даже компании, которые оснащали обычную маркерную доску вот этой присоской и выдавали ее за интерактивную. Но это не совсем так. Сейчас, конечно, все далеко ушло вперед. Уже мы говорим об интерактивных комплексах, именно со специализированным программным обеспечением, которое позволяет погружать нашего воспитанника, нашего учащегося в такой интерактивный познавательный мир. Ну, теперь поговорим о программных средствах реализации цифровых технологий. Самый популярный сейчас в России – это игровые комплексы, как раз именно к интерактивным комплексам. Это «Игра и развивайся», которая очень хорошо подходит для дошкольных образовательных учреждений и начальной школы. Вот посмотрите на том сайте, где я искал картинки. Есть очень много программ, где можно приобрести. Есть программы, которые совсем недорого стоят. И как раз вот эти программы в готовом варианте, продуманные, с методической точки зрения, как раз вот заложены именно алгоритмы интерактивности, можете посмотреть и приобрести. Ну и, соответственно, можно посмотреть в интернете. Очень многое почитать по этому поводу. По разным областям знаний есть эти игровые комплексы, которые можно покупать в составе, например, интерактивных комплексов, так и, например, просто для интерактивной доски, интерактивной панели, или просто для компьютера, где, например, можно использовать экранный мультимедиапроектор. Следующее – это электронные учебники и тренажеры, комплексы интерактивных программ для интерактивных панелей, готовые интерактивные уроки для интерактивных столов и интерактивных досок и виртуальный лабораторный практикум. Это готовый коммерческий образовательный контент, который могут применять, соответственно, покупать, приобретать образовательные учреждения и применять на своих занятиях. Хорошо, когда все готово и есть. Купил, школа приобрела, а педагоги просто пользуются, используют, развивают, скажем так, интерактивность в обучении. Идем дальше. Опять возвращаюсь к этой схеме и теперь поговорим о ЦОРах в открытом доступе и какие есть программы для создания цифровых технологий. Начну, наверное, с дошкольного образования. Я очень много уже рассказывал на эту тему. Просто еще раз заострю внимание на некоторых ресурсах, которые можно брать и использовать на занятиях. Например, мне очень нравится сайт, который называется деткиуч.ру. Обучалки и развивалки для детей, их развития, воспитания, обучения и творчества. Этот сайт можете посетить, посмотреть. Там есть рисовалки в онлайне, всякие там разукрашки, даже есть караоке, минусовки, плюсовки и так далее, что можно использовать. Следующий такой же аналогичный портал это Теремок, детский портал Теремок и Почемучка, тоже детский портал интересный. Дальше. Мультираша. Здесь как раз мультипликационные фильмы, созданные причем различными авторами, не обязательно там профессиональными объединениями, а раньше, например, поставлялись, были такие гранты, когда выделялись на детский сад, например, мультипликационную студию, можно было поучаствовать в конкурсе, выиграть мультипликационную студию, вместе с детьми, с родителями создать свой мультипликационный ролик какой-то. Ну и, соответственно, здесь вот как раз это все обобщалось, выкладывалось некий такой репозиторий мультипликационных фильмов, которые даже создавались непрофессиональными коллективами, но, тем не менее, очень интересно познавательно посмотреть. Дальше. AdCommunity.ru. Здесь уроки для интерактивных досок. Здесь вот, например, есть... Это вот как раз учимся, например, писать буквы ИУ и так далее. По методике Илюхиной. Вот можно скачать этот урок и запустить, соответственно, на интерактивной доске. Идем дальше. Следующий у нас это облачный сервис, где также размещены презентации к занятиям. Для детей, вот, обратите внимание, двух лет, трех лет, четырех, пяти, шести, то есть для дошкольников. И, соответственно, для учащихся школ тоже можете посмотреть. Вы, может быть, готовы какие-то вещи интересные для себя найдете, для занятий. Для школы цифровые образовательные ресурсы, вот, schoolcollection.edu.ru, ну, это такой известный уже портал. Здесь более ста тысяч ресурсов различных размещено. Открытый доступ, свободное использование в системе образования России. То есть вы можете использовать эти ресурсы у себя на занятиях. Решены все вопросы авторского права. И самое главное, что соответствует программе школьных предметов. Здесь также размещена вот педагогическая мастерская. Есть мастер-классы, которые можно посмотреть и набраться опыта. Ну, а кто использует, например, электронное образование, есть модуль для коллективной работы. Информация представлена таким образом, по предметам, по классам. Есть такой поиск, релевантный, можете здесь искать соответствующие авторы, названия, термины и так далее. И, соответственно, дальше это также РЭШ, российская электронная школа. Яндекс.учебник. Наверное, многие из вас используют Яндекс.учебник. Московская электронная школа, где тоже есть возможность использования готового контента образовательного. Ну, и еще один такой интересный сервис – это презентация. Международный каталог, каталог для учителей и преподавателей. Здесь можете посмотреть по ссылочке, взять какие-то интересные презентации. По школьным предметам, по классам и так далее. Ну, и, конечно же, мне нравится тоже этот сервис. Школьная презентация. Удобный поиск для школьников и учителей по самой большой базе презентаций в сети РУНЕ, то есть российского сегмента интернета. Больше всего подходит здесь для школьников, для учителей, для преподавателей. Здесь вот, например, русский язык, литература, чтение, если первую строчку взять. 15 530 всевозможных презентаций. И, соответственно, по классам все разделено. С 1 по 11 класса можно заходить и искать различные темы. Что-то брать для себя, перерабатывать, смотреть, использовать. Довольно интересный ресурс. Также есть единый портал «Методисты». Здесь тоже очень много интересного есть, в том числе для дошкольного образования. Можно какие-нибудь интересные умные уроки, например, для интерактивных досок «Смарт». Здесь интересно найти и, соответственно, использовать на своих занятиях. Также рекомендую портал «Петсовет.су». Тоже есть очень много по школьным предметам контента. Ну и теперь перейдем к следующему вопросу. Это программное средство для создания объектов цифровых технологий. Вообще, ну, остановимся только в рамках создания интерактивных упражнений, обучающих игр. Если хотите больше узнать, приходите на наши курсы. Ссылка потом в конце будет. И, соответственно, здесь вот мы рассмотрим два момента. То есть создание работы на интерактивных досках и создание упражнений на таких интерактивных досках, как «Мира», «Эсборд», «Гитлокус» и «Пруфми». Причем вот эти вот как раз отечественные разработки. И на специальных сервисах, такие как «Ленингс Апс». Я очень люблю этот сервис интерактивных упражнений, «Джойтека», «Етреники» и «Удоба». Ну, вот какие-то моменты «Мира» и «Ленингс Апс» я вам тоже сегодня продемонстрирую, то есть покажу. Ну, а ссылка там будет в конце презентации как раз на мой мастер-класс, который можно бесплатно скачать и посмотреть по интерактивным доскам в интернете, как можно работать. Это «Джамборд», «Гугл Джамборд» и «Мира». Итак, «Джойтека». Интересный сервис, это отечественный сервис, конструктор квестов и интеллектуальных игр. Ну, вот первый, я думаю, что подойдет для дошкольников 5-6 лет, а все остальное, это, конечно же, школа. Больше для школы. То есть можно использовать данный сервис для создания викторин, квестов, игр, тестов и, соответственно, использовать в своей деятельности. Дальше, «Квест Аделл». Это конструктор квестов, тоже можно использовать также в дошкольном образовании. Как раз вот здесь вот эта программка очень проста в освоении, позволяет создавать простейшие квесты, которые можно проходить вместе с учащимися на занятиях, используя там плазменную панель, телевизор, интерактивную доску и так далее. Дальше. «Е-треники». Конструктор тренажеров. Ну, это как бы отечественный аналог такого «Люникс Апс», да. Но пока еще до этого сервиса, значит, он только еще развивается. И здесь тоже вот тут интересно есть типы тренажеров, которые можно делать различного характера, приразгладать слова, выполнить морфемный разбор группы слов, например, да. Ну, в основном вот именно пока что на вот такие вот, скажем так, навыки письма, навыки такие филологические больше, соответственно. Ну и такой географический небольшой тренажер, который позволяет лучше там ориентироваться и развивать пространственное мышление. Удоба. Недавно появился конструктор учебных ресурсов, Пермский технологический университет. Насколько, если не память не изменяет, разработчик этого данного ресурса. И там есть различные примеры ресурсов и конструкторов, которые есть в готовом варианте, можно брать из библиотеки, есть, что можно разработать своим и, соответственно, использовать на занятия. И, конечно же, Леникс Апс. Вот этот сервис, который позволяет нам создавать интерактивные упражнения. Я могу сейчас переключиться и показать. Я здесь специально заготовил для сегодняшнего вебинара. Я, конечно, не буду показывать весь мастер-класс, но здесь есть все упражнения, которые вообще, готовые упражнения, которые можно брать по различным тематикам, различным сферам и предметам. Вот идет такая вот таксономия по категориям, можно посмотреть. Ну и, соответственно, можно создавать новые упражнения. Так, что-то выбросил, да, сейчас это. Елена, нет, сервис удобно, бесплатно. Так, все упражнения. Так, я потом отвечу на все ваши вопросы. Так бы, как бы, паузу занять, пока у меня тут все загружается, открывается. Итак, мои упражнения. Вот они, да, то есть, ну то, что я здесь, например, сам создавал. Например, упражнения по... Найди пару для дошкольных, скажем, для дошкольников. Вот, и, соответственно, ну, типа вот таких вот упражнений. Можно создать новые упражнения. Соответственно, вот есть найди пару, классификация, хронологическая линейка, простой порядок. Заполнить пропуски, викторина с выбором правильного ответа, сортировка картинок, вот текста. Есть различные форматы игр, это кроссворды, как стоять миллионером, пазл угадайка и так далее. Значит, все интуитивно понятно. Все интуитивно понятно и все очень, скажем так, быстро создается. Но, соответственно, можно это все проигрывать в классе на интерактивной доске, да просто имея экран мультимедиапроектор или телевизор. Или давать ссылочку на ресурс, соответственно, как бы, используя, то есть, планшет, если есть такая возможность, там, один ученик, один планшет, система у вас есть, да, то есть, на планшет раздавать и так далее, или на компьютер. Ну, и, конечно же, необходимо сказать о сервисе мира, зеркало, да, который мы тоже активно используем. Здесь вот можно создавать интерактивный игрок. К сожалению, не могу сейчас показать, здесь вот есть сообщение от сервиса, что в течение трех часов он будет недоступен, там, какие-то технические работы ведутся. И, ну, есть у меня мастер-класс о том, прям по шагам разбираю интерфейс, какие кнопочки, как все тут выполнять, делать. Это тоже бесплатный сервис. 3D3 можно бесплатно заводить, и на этом сервисе можно создавать игры. Ну, например, здесь игра, вот, гномик, да, получается, интерактивная игра, я назвал веселый гномик. Ну, буквально на занятиях по курсу ИКТ с воспитателями дошкольных образовательных учреждений мы придумали такую игру веселый гномик. Вот у нас есть гномик, мы нашли картинку в интернете, сюда поместили, сделали рабочее поле, сделали квадратики, стикеры, писали, что на каждом шаге должен делать, да, и, соответственно, поставили ссылки. Кидаем кубик, тоже в онлайне можно кинуть, давайте один кубик возьмем, бросить кубик, например. Вот нам выпало число 3, и мы, значит, гномик ставим на старт, и раз, два, три. Перешли сюда, нажимаем кнопочку, если это на интерактивной доске или интерактивной панели производится, мы пальчиками нажимаем, и, соответственно, перекидываемся на какую-то задачу, которую нужно, найди лишнее. И вот наши учащиеся находят лишнее здесь, да, и потом нажимают опять пальчиками, возвращаются опять в игру, опять кидаем, значит, экранную кость или, значит, кубик, да, чтобы пойти на следующий ход. Вот такие можно интерактивные, простейшие игры создавать. Также мы делали здесь игры для школ, для школьников, не игры, а образовательная траектория для учащихся. Сейчас дать мне было, здесь я посмотрю. Немножко заблудился сейчас. А, вот. Также для учащихся можно делать образовательную траекторию, вот занятия. Соответственно, идет такая логистическая схема занятий, да, как он что-то должен делать. Если он решил задачу, то он, соответственно, перемещается на просмотр какого-то видеоролика, который мы разместили. Если нет, то щелкает и переходит на ссылку на встречу с преподавателем, да, где, соответственно, происходит разбор. Здесь я делю, значит, эти сферы, где каждый пишет свой ответ в этом самом поле. То есть, вот таким образом можно очень эффективно организовывать такие занятия, используя интерактивные средства, которые доступны сейчас в интернете. Дальше. Ну, подытоживая, необходимо сказать, что преимущество использования цифровых технологий – это визуализация информации, это увлекательность и мотивация, это интерактивность и взаимодействие, и графикация образовательного процесса, то есть использование активных форм и методов обучения. Ну, у меня есть такая группа «Цифровой педагог», приглашаю в нее вступить. Много там очень контента тоже размещено. Можете в закрепленных сообщениях смотреть, всевозможные мастер-классы, ссылки на интересные ресурсы, которые можно использовать. Пожалуйста, бесплатно берите. Я в последнее время увлекаюсь нейросетями и иногда слежу за контентом по нейросетям. Очень интересно даю, скажем так, ссылки или там какие-то свои мероприятия, которые провожу по нейросетям, да, о том, как нейросети использовать в помощь педагогам и, соответственно, использовать на занятиях, для подготовки к занятиям и так далее. Вступайте, будет интересно, периодически какие-нибудь интересные вещи, когда у меня появляется время, что-нибудь записываю и выкладываю. Членство абсолютно бесплатное. Будем с вами поддерживать в дальнейшем связь тех, кто интересуется как раз информационными, мультимедиа, цифровыми технологиями. Также хочу сказать, что у нас есть курс, где я тоже являюсь руководителем данной курса и программы, которая называется «Методист образовательных программ и онлайн-курсов». Потоки обучения, вот через три дня начинается первый поток и 17-го начинается второй поток, последний. Если кто заинтересовался, можно пройти бесплатное обучение, но в рамках содействия занятости. Значит, используются различные категории, могут участвовать различные категории граждан, но есть ограничения. Граждане 50+, граждане, которые находятся в декретном отпуске, например, предпенсионного возраста и так далее, могут бесплатно подать заявку и пройти обучение. Курс очень интересный в плане того, что я рассказываю именно о том, как разрабатывать образовательные программы, в том числе дополнительное образование. И у меня все идет через проекцию нейросетей. Как нейросети используют для рисования картинок, изображений, как нейросети используют для формулировки целей, задач, курса, занятия, как разрабатывать контент, презентации, упражнения интерактивные, используя нейросети. Если кому интересно, вот есть ссылочка, подавайте заявку, я вам нужду всю необходимую информацию. Если успеете, можете принять участие в обучении на курсе бесплатно. Следующее. Прошу вас, коллеги, обратить внимание на эту ссылочку, которая вот тут вот есть, вот в конце шестая. Это как раз ссылка о том, как использовать Мира и Джамборд. Это мой мастер-класс. Это хранится у меня на Яндекс.Диске. Можете зайти по ссылочке и скачать мастер-класс, его посмотреть. Тоже абсолютно в дар, абсолютно бесплатно. Дальше. Ну, есть дополнительные материалы. У нас наш вебинар ограничен часом сегодня, поэтому я все рассказать не смог, но есть вебинары, которые предыдущие. И вот я даю вам тоже такие рекомендации о том, как разрабатывать мультимедиа-презентации. Некоторые важные правила. Какие принципы должны быть детактических презентаций, соблюдаться. И, соответственно, как разработать сценарий. Сценарий эффективной презентации и правила создания презентации. Основные эргономические правила о том, как и где размещать контент, текстовые и графические презентации и так далее. Пожалуйста, можете ознакомиться. Ну, и есть также детактические требования к интерактивным средствам. Также в конце моей презентации есть ссылки на предыдущие мои выступления. Можете тоже их посмотреть. Я думаю, что вам тоже, кто не принимал участие, будет интересно. Так, ну теперь я перехожу к ответам на вопросы. Чар, к сожалению, я проследил. Так, давайте сначала попробуем. Сдавайте вопросы, если есть. С удовольствием отвечу. Так, добрый день, спасибо за полезную информацию. Пожалуйста. Так, ну вроде бы здесь вопросов нет. Оксана Калинка. У нас в школе один проект, у нас все больше ничего, чтобы провести урок. Современно из дома внести ноутбук нужно. Ну, Оксана, я вам сочувствую, конечно. Ну, со временем будет все подтягиваться, как ФГО с начального образования. Стали же подтягивать и стали оснащать. Это я отвечаю на вопрос Татьяны, Татьяны Языковой. Как работать требует немного, но для реализации данных требует никакого оснащения. Ну, я думаю, что подтянемся со временем. Так. Татьяна опять спрашивает, а как быть, если нет ноутбука? Если есть смартфон и достаточно, например, специальной приставочки, которая называется Miracast, Miracast, которая вставляется в телевизор, и с помощью смартфона можно, например, подсоединиться к телевизору и транслировать из своего смартфона презентацию или еще что-то и показывать. Любовь Ким. Презентацию можно скачать прямо, вот есть ссылочка там, файлы. Кликайте пиктограмму файла и оттуда можно скачать. На скачке есть разрешение. Ребята молодцы, у них получилось, это круто. Да, мне тоже очень нравится этот сервис. Поддерживаю вас. Сервис 100 ответил на вопрос, Елена. Да, вебинар в записи будет выложен в соответствующем канале Директ Академии. Чуть выше по чату, там можете посмотреть, там как раз Татьяна Викторовна рассказывала сегодня в начале о том, где эта запись. Можете посмотреть, в начале чата там есть ссылка. После конвертации там через день, через два появится. Коллеги, ну мне приятно, что вам понравилось, вы с удовольствием меня послушали. Анастасия Гуляева. Можно ли использовать... Теперь вкладку «Вопросы» перешел и отвечаем на вопросы. Можно ли использовать... Так, сейчас. Цифровые технологии. Так, что-то у меня куда-то пропало. Сейчас, минутку, мюзочку. Анастасия Гуляева. Давайте. Можно ли использовать цифровые технологии в вашей группе детского сада по Санпину? Непонятно, может, вопрос не вам, конечно. Да, можно использовать по Санпину. Там написано, вот те ссылки, которые я дал. Не более двух, по-моему, средств можно использовать. Интерактивная доска там. Бук-бук или интерактивная доска там, что-то планшет. Посмотрите, пожалуйста, можно. Анатолий Бельчусов. Рад приветствовать коллегу. Спасибо за вопрос. Насколько внедрение цифровых технологий в образовательный процесс повышает качество образования? Ну, насчет качества образования. Ну, во-первых, повышает познавательную активность однозначно. Интерес повышает. Особенно, если сейчас начальник школы требует именно игрификацию. Именно как раз игровой компонент, активные методы, то это никак нельзя лучше позволяет как раз именно применять активные методы обучения. Я считаю, что повышает. И повышает очень хорошо. Даже сейчас вот у меня супруга работает в начальной школе. Она говорит, я не представляю работу без ноутбука и без просто интерактивной доски. То есть, как проводить уроки? Конечно же, какой-то компонент обязательно. Каждый урок – это какой-то компонент, который мы показываем и демонстрируем. Так, дальше. Любовь Полосухина. Подскажите, пожалуйста, семинар по программам для школьного или для дошкольного образования тоже будет? Очень хотелось бы узнать побольше о дошкольных программах. Любовь, я вот там ссылочки привел. Вот раньше до этого мы, конечно, подробно очень много обсуждали, говорили. Но если вам нужно, вступайте в группу «Цифровой педагог», напишите, что нужно. Я предложу Павлу Юрьевичу Калинникову, управляющему директору директ медиа, директ академии, тематику вебинара. И мы с удовольствием его подготовим, разработаем, если вы нам кинете какую-нибудь интересную идею. Так, хорошо, коллеги, спасибо за вопросы, спасибо за внимание. Надежда Русланова, почаще про эти вебинары. Стараемся, и так я уже каждый месяц провожу вебинар. Ну, вступайте в группу «Цифровой педагог», предлагайте интересные темы, «Что болит», мы постараемся подготовить и выступить. Коллеги, вопросов больше нет. Спасибо огромное за внимание, за то, что меня слушали. И я рад, если вам все это понравилось. И судя по отзывам, я очень рад. Так, ссылка, где описано, что малышам смотреть. Наталья Лазарева, не понял вопроса, ссылку, где описано, что малышам смотреть. В ФОП.ДО есть перечень тех ресурсов, которые по возрасту идут и которые рекомендованы. В принципе, можно их, соответственно, найти. Ну, и в самой презентации также есть ссылки на сайты, откуда можно взять интересные вещи для, скажем так, своих занятий. Как вступить в группу? Сейчас, минуточку. Листаю обратно. Вот в презентации есть цифровой педагог, есть QR-код, есть ссылочка. Копируйте ссылку, переходите на ссылку. Или можно щелкнуть телефоном QR-код. Соответственно, и переходите. Ну, вроде бы все, вопросы. Вопросов нет. Коллеги, еще раз спасибо за внимание. Я рад, что вам понравилось. Всего доброго, до новых встреч. Надеюсь, что мы еще с вами встретимся, проведем какие-нибудь интересные вебинары. Вступайте в группу «Цифровой педагог». Приходите на наши бесплатные курсы учиться. Ну, и будем поддерживать с вами дальнейшую связь. Еще раз благодарю за внимание. Всего доброго. До свидания. И передаю слово Татьяне Викторовне. Субтитры сделал DimaTorzok